Всем привет! Меня зовут Макс Невелл, и это канал, посвященный музыке и не только. Сегодня пилотный выпуск рубрики «Дневник мелодиста». Поехали! «Дневник мелодиста» — это рубрика, в которой я, человек с некоторым музыкальным опытом, буду учиться играть на совершенно новом для себя инструменте, а именно мелодике. Это не уроки, это именно онлайн-дневник, на базе которого я буду учиться и показывать это вам. А начнем мы с распаковки инструмента. Пришел он ко мне вот в таком виде. Как видите, продавец не стал упаковывать в коробку, но самое главное, чтобы инструмент был цел. Несколько слоев пупырчатой пленки, и уже виден чехол. В комплект инструмента входит чехол. На чехле видно название самого инструмента, а именно «Сузуки М37». Еще этот инструмент часто называют «пианико» или, как Сузуки называют его, «мелодианом». Чехол выглядит надежным, очень качественным, очень удобные ручки чувствуются, что инструмент не бюджетный. В чехле, само собой, мелодика. Вот так она выглядит. Это духовой инструмент. Если я нажму на клавишу, то вы ничего не услышите, чтобы был звук. Нужно этот инструмент дышать. Для этого у него есть соответствующее отверстие. В это отверстие полагается вставлять мундштук, которых здесь должно быть несколько. Но я предположу, что даже без мундштука инструмент должен звучать. Давайте проверим. Вполне звучит. Перед тем, как проверить строй, проверить, работает ли инструмент, давайте еще посмотрим, что идет в комплекте. В комплекте идет вот такой мундштук. Все очень качественно упаковано. Каждый мундштук в своем пакетике. Внутри также для мелодики у нас есть пупырчатая пленка. Есть описание этого инструмента. Инструмент, как у нас уверяют, сделан в Японии. Соответственно, описание на японском и на английских языках. Также у нас в комплекте идет еще дополнительно два мундштука. Вот такой мундштук и вот такой. Давайте один из них подсоединим и проверим работу мелодики. Внешний инструмент выглядит очень симпатично, надежно. У него есть ручка. Соответственно, его можно держать в левой руке примерно таким образом. Диапазон у мелодики три октавы от фа малой октавы до фа третьей октавы. Давайте теперь проверим, все ли нотки звучат. А сейчас давайте посмотрим, строят ли октавы. На мой слух инструмент неплохо строит, но чтобы убедиться в этом, проверим строй с помощью тюнера. Немного мелодика высит. Где-то я читал, что это особенность именно мелодик Сузуки. Настраивают их не под 440 Гц, а немного выше, 442 или, может, 443. Я прикрепил к мелодике этот молотштук, потому что с ним немного удобнее в плане видимости клавиш. А теперь давайте попробуем что-нибудь сыграть. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ Пока очень неуклюже, но думаю, вы узнали знаменитую композицию Джорджа Майкла. Напоследок попробую сыграть что-нибудь из своего творчества. ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ В целом инструмент мне очень нравится. На мой взгляд, он сделан качественно. Помимо пластика, есть здесь и металлические вставки. Есть с краю отверстия, откуда, собственно, идет звук. Также есть специальный клапан, нажав на который, можно продуть мелодику, чтобы внутри не остался конденсат, и, соответственно, инструмент прослужил дольше. Почему я решил научиться играть в таком формате и именно на мелодике? Во-первых, мне показалось это интересным. Не просто учиться, но еще и делиться своим творчеством в режиме онлайн. Также пользу мелодики было то, что это инструмент клавишный. Я давно хотел научиться на клавишном инструменте. И я также играю на губных гармониках. Мне очень нравится этот звук. А это, как и губные гармошки, инструмент, относящийся к широкому классу гармоник. У него также внутри язычки, или, как их еще называют, голоса, которые под воздействием воздушной строй начинают колебаться. Соответственно, мы получаем звук определенной высоты. Это был пилотный выпуск рубрики «Дневник мелодиста». Помимо него на канале будет много чего еще интересного. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. Услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok